Белозерский славный юбилей, мой его и лилей. Вот что-то такое, то есть, ну понимаете, 69, я уже правда честно. К юбилею Белозерска уже придумали десятки вариантов слоганов. Ведь через полгода один из самых древних городов России будет отмечать солидную дату – 1150 лет со дня создания. Указ о подготовке к празднику лично подписал президент страны. «Подвести президента мы не имеем никакого маратного права. Поэтому включаться за работу ежемесячно мне докладная записка. Если где-то что-то встало, значит будем собирать рабочую группу, выезжать и заносить мосты подрядной организации, которые будут не успевать провести какие-либо реставрационные или строительные работы на территории города». Сегодня подготовка к юбилею идет полным ходом. Уже отремонтирована часть дорог, началось строительство нового детского сада, идут работы в музеи и местных храмах. За три года на реставрацию памятников архитектуры, капитальное строительство и благоустройство города будет потрачено порядка 2,5 миллиардов бюджетных рублей. «Церковь Всемилостного Роспаса 1728 года стройки, уникальный архитектурный памятник. Этот объект будет завершен практически полностью к дням проведения праздника города Белозерска. И он будет приспособлен для размещения постоянных и сменных экспозиций, посвященных истории». А вот список гостей составлять нужно уже сегодня. Гостиницы и общежития Белозерска могут принять лишь 500 постояльцев, тогда как туристов ожидается в разы больше. Вероятно, придется бронировать теплоходы и гостиницы в соседних городах, подключать местных жителей. «Сам юбилей непосредственно – это не только то, что три дня, непосредственно августа месяца, а действительно юбилей уже начинается сегодня, и нужно просто-напросто уже впрягаться именно сегодня и, наверное, продолжать дальше». Местных мастеров теперь обеспечат работой на полгода вперед. Сувенирной продукции к юбилею потребуется в пять раз больше, чем обычно. Кроме того, в городе объявят конкурсы на лучшие фасады витрину магазина, на самый чистый двор и улицу. Специально из города Металлоргов привезут сцену для проведения межрегиональных фестивалей. И обязательно из Вологды и Череповца пригласят лучших шеф-поваров. Большой праздник потребует больших вложений, и чтобы поддержать Белозерск, сегодня в правительстве области объявили о создании специального благотворительного фонда, куда могут направить деньги все желающие. «Я в фонд несу свои личные средства и попрошу, как только будет расчетный счет, я официально тогда беру часть своей закона». Людмила Алексеева, Новости Вологды, при поддержке пресс-службы правительства Вологодской области.